От пациентки. Около пяти лет был удар по левому коленному суставу, был вывих, я его сама вправила и доковыляла до дома, оттуда поехала в больницу и мне поставили гипс на 3-5 дней. Вроде бы все прошло и ничего не беспокоило, но через года два это повторилось и после уже был сделан данный снимок. Один врач сказал, что у меня разрывка латеральной связки, а другой, что связка просто потрепана. К сожалению, заключение не сохранилось, но мне была рекомендована операция. Консультативное заключение по МРТ пациентки 14 лет от 25 ноября 2017 года. При МРТ левого коленного сустава деструктивные изменения в дистальном отделе бедренной кости и в проксимальных отделах малой и большеберцовой костей не определяются. Отек костного мозга латерального мышелка, тробикулярный перелом. Сухожилие четырехглавой мышцы бедра неотечно. Собственная связка надколенника прослеживается отчетливо, интенсивность сигнала от нее не изменена. Суставные поверхности конгруентны. Суставная щель неравномерно сужена, больше в медиальном отделе. Суставной хрящ не истончен. Конфигурация менисков представляется неизмененной. Выявляется жидкость в умеренном количестве полости сустава, за надколенником, в верхней сумке надколенника и вдоль значительно вдоль латерального мышелка. Жировая клетчатка гофа развита обычно. Задняя крестообразная связка не деформирована, контуры задней крестообразной связки четкие, интенсивность сигнала от нее не изменена. Передняя крестообразная связка прослеживается на всем протяжении, не изменена, ход не нарушен. Латеральная малоберцовая связка прослеживается на всем протяжении, отечна и с внутренним разрывом. Большеберцовая связка неотечно без разрывов. Мягкие ткани вокруг сустава не изменены. Заключение. Умеренный синовит. Разрыв латеральной и коллатеральной связки первой степени. Заведующий кафедрой. Доктор медицинских наук. Профессор Холин А.В. Вопрос пациентке. Рекомендована операция или нет, не могли бы вы подсказать? Ответ профессора Холина А.В. Нет никаких оснований к операции. Вопрос пациентке. Дело в том, что после того, как эта травма повторилась, напомню, что снимок был сделан как раз после второй травмы, я не могу спускаться по ступенькам как нормальные люди. Я в припрыжку спускаюсь иногда, когда нога устает или ношу неудобную обувь, даже на ровной поверхности начинаю подхрамывать. Если никаких оснований к операции нет, значит ли это, что мой разрыв может зарасти сам? А если нет, то какой способ лечения вы бы рекомендовали? Мне операцию хотели сделать с той целью, чтобы восстановить связки, якобы они порвались и не восстановиться никак. Хотели взять сухожилия, насколько я поняла, и заменить им порванную связку. Какие методы профилактики вы мне порекомендуете, чтобы эта травма не повторилась? Я бы хотела именно к вам попасть в научную консультацию где-то летом. Скажите, пожалуйста, вы принимаете в Москве? Дело в том, что этот вопрос меня беспокоит уже долгие годы, и после разных теорий врачей я уже не решалась кому-либо обращаться. Ответ профессора Холина А. К сожалению, я не травматолог и не имею права давать рекомендации. Очевидно, что при таких типах травма операция не показана. Обычно идет самостоятельное, хотя и медленное восстановление. Лечение консервативное, направлено на снижение боли и отечности. Есть методика малоинвазивная артероскопия, если связка долго не срастается сама. По поводу ее эффективности ничего сказать не могу, нет опыта. Субтитры создавал DimaTorzok